Всем привет! Это обзор 13 серии шоу от пацанки до понянки 4 сезон. Очень хорошая серия, еще бы была без драки, так вообще придраться было бы не к чему. Проснулись участницы, увидели перепутанные веревки, привязанные к кровати, пошли распутывать. Вот мне интересно, они реально не видят, что у них по ночам или по утрам в комнате происходит, или они такие хорошие актрисы? По веревкам девушки дошли до клеток с голубями, голуби как символ свободы. Пока распутывали веревки, Юля с Женей спорили, кто из них победит. Далее было перевоплощение, честно говоря, не заметила больших изменений. Накачали губы, немного подстригли, чуть-чуть покрасили волосы. Может, конечно, это и не хуже. Почему-то смеялись над Катей, не поняла почему, нормально подстригли девчонку. В салоне снова произошла ссора. Женя взбесила, что Юля постоянно говорит, что она победит. Но на это ведь можно не обращать внимания. Женя бесится, так как она также считает себя победительницей. Далее снимали клип. На съемках произошла драка. Как вы думаете, почему? А потому что Юля, как заезженная пластинкой, говорила. Я победитель проекта. Я победитель проекта. Ну и Женя сорвалась. Драли с Женей, Юлей и Виком. Настя разнимала, а Катя вообще дистанцировалась. В данной ситуации я ни за кого. Мне не понравилось поведение абсолютно всех. Ну, клип сняли и сняли. Получилось неплохо. Далее была психология для Юлии Чагренец и Жени Мазур. Может, и для других была. Но нам не показали. Юля Чагренец отпускала свое прошлое. А Женя прощала своего отца. Далее девушкам сказали, что они уезжают из школы леди. Участницы очень расстроились. Затем девушки поехали по домам. Красивые и изменившиеся. Юля приехала в Полтав. Мать к ней даже не вышла. Может, к лучшему. Юля зашла в парикмахерскую, где работала. Попрощалась с работодателем. Вика в Краматорске сделала татуировку Феникса. Потом пришла домой, где ее ждали мама, две сестры и брат. Мама была рада видеть Вику. А вот старшая сестра не очень. Даже ушла. Ей не понравилось, что мама с Викой хорошо общается. Очень странно. Женя приехала в Винницу. К маме с братом. Там они сходили на фотосессию. Также Женя сходила на кладбище к отцу. У Насти был день рождения. К ней в Киев приехала мама с братом. Они все вместе пошли кататься на роликах. Катюша приехала к дедушке. Привезла ему подарок. Призналась дедушке в любви. Я чуть не заплакала. Далее Катя съездила к своим братьям, которых очень давно не видела. В этой серии не выгнали никого. Что правильно. Так как если выгонять, то надо было почти всех. А на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого. До скорого. До скорого. До скорого.